Это уже традиция. Перед официальным открытием Дня города делегации городов-побратимов и партнеров встречаются с руководством Гомеля. Российский Ростов-на-Дону, Воронеж и Ульяновск, Украинский Чернигов, Сербский Новый Сад, Шотландский Абердин. С каждым из этих городов многолетние прочные связи, причем не только экономические. Культурная интеграция и совместная образовательная деятельность – это тоже важно. Сотрудничество длится уже на протяжении 30 лет, и за эти годы было сделано так много в разных сферах. Началось все сотрудничество между госпиталем Абердина и Гомеля, и дальше продвинулись сотрудничества между университетами двух городов, и также обмен учащимися. Боискалцы приезжают сюда по обмену Гомеля. Утверждение, что Гомель постоянно развивается, подтверждают исторические факты. Если в 1870 году население города составляло около 15 тысяч жителей, в 1940-м – 140, то теперь свыше 500. Сегодня в это трудно поверить, но природный газ пришел сюда только в начале 60-х годов прошлого века. Примерно в те же времена гомельчане увидели и первый троллейбус. Сейчас Гомель – один из лучших городов Беларуси. Причем этот титул он неоднократно подтверждал официально. Гомель все последние годы, может быть, даже и десятилетия является одним из лидеров в вопросах благоустройства. Это отмечено и правительством, на уровне правительства. Ведь уже в этом году мы четвертый раз стали за последние семь лет победителями республиканского конкурса. А можно вспомнить еще и другие, не менее такие громкие наши достижения, как дважды занесение на республиканскую доску почета по итогам соревнований республиканского на социально-экономическое развитие. Открытие дня города в этом году прошло на набережной реки Сож. Начался праздник с приятного подарка. Председатель облсполкома Геннадий Соловей вручил руководству городского исполнительного комитета сертификат на 2 миллиона 750 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на строительство поликлиники в 17 микрорайоне и укрепление материально-технической базы городских учреждений здравоохранения. И в продолжение праздника музыкально-театрализованный пролог с участием почти двух тысяч гомельчан. Во всех без исключения номерах тема малой родины. Гомель – это мы. И только мы можем раскрасить его яркими цветами. Это основной литмотив грандиозного шоу. На набережной реки Сож – выставка по дворе всех районов Гомеля. Основная тематика – цветы. Фантазию авторов никто не ограничивал. При этом многие площадки в этом году посвятили году малой родины и оформили в национальном стиле. Нам есть чем гордиться нашим прошлым и настоящим. И верить – у белорусов хорошее будущее. Практически все парки и скверы Гомеля в этот день стали концертными и выставочными площадками. Здесь и изделия ремесленников, и выращенные на частных подворьях овощи и фрукты. Включая еще совсем недавно экзотический для наших широт виноград. Сейчас на Гомельщине выращивается более 70 сортов. И даже в этом, не самом благоприятном году, урожай совсем неплохой. Попробовать солнечную ягоду мог каждый. Достаточно было просто посетить выставку. Я предпочитаю разнообразие, потому что каждый сорт имеет свой срок созревания и вкусовые качества. Один сорт начинает в августе, другой – в середине августа, а третий ем в сентябре. Я не останавливаюсь на одном сорте. Здесь же в сквере развернулся инклюзивный квартал. Главная цель – рассказать о проводимой работе по формированию в обществе положительного имиджа людей с ограниченными физическими возможностями. Три года назад Беларусь присоединилась к Международной конвенции о правах инвалидов. За прошедшее время сделано немало, но еще далеко не все. Речь в первую очередь о создании безбарьерной среды. И не только в плане свободного доступа в здание. Мы имеем в виду не только доступность, это как безбарьерная среда. Это доступность и право на труд, на отдых, на лечение, на оздоровление, на образование, ну, на все сферы жизни. И поэтому тут нужно много усилий со всех сторон и участие всех заинтересованных сторон в этом процессе. Площадь Ленина в этот день стала площадкой БРСМ – одно из самых интересных мероприятий. Конкурс «Самый сильный гомельчанин». По сути, это проводимое по международным стандартам соревнования силачей. Перенести камень весом 190 килограммов, перекатить шину в 300 килограммов, а еще так называемая фермерская прогулка. Это когда необходимо перенести специальный 280-килограммовый снаряд. Принять участие в конкурсе из всего Гомеля рискнули только шесть мельчаков. Первый раз было, не выиграл. Поэтому год поготовился, попробуем здесь. Просто в этом году большие веса добавили, очень огромные. Вот в отличие от тех. На площадке у Ледового дворца «Мясмолфест» – такое мероприятие не только в Гомеле, в Беларуси проводится впервые. Фудкорты, детские игровые площадки, дегустации и мастер-классы. Профессионалы учат всему, как правильно приготовить мясо, сварить суп и сделать хот-дог. Казалось бы, совсем не сложное блюдо, а у многих не получается. Настоящие повара секретов не скрывают. Самое сложное – в ней выбрать качественный продукт. Многие попадаются на некачественные сосиски, на некачественные булочки. Главное – подобрать вкусные сосиски. Если сосиска будет не сочная, то есть хот-дог не получится. День города – праздник, который объединяет, в том числе, песней. На протяжении всего дня в Гомеле звучала музыка. На сцене – местные художественные коллективы и известные артисты. Ансамбль – белорусские песняры. Столичные группы «Нави-бэнд» и «Дрозды». А еще российская дискотека «Авария» и народная артистка Украины Таисия Повалий. В коротких паузах между песнями она выражает слова благодарности публике и говорит о том, насколько близка ей наша страна и сами белорусы. И снова поет. И снова поет. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Морищенко. Новости недели.